Десятки погибли, тысячи покинули свои дома. Южные провинции Китая страдают от рекордных наводнений и оползней. Официальный Ереван признал государственность Палестины. Посла Армении в Тель-Авиве вызвали в израильский МИД. Майя Сандо подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдовы в ЕС. Наряду с Кишиневым к новому этапу сближения с Европой готовится и Киев. Международный день йоги. Сотни человек собрались в Нью-Дели для коллективной медитации. Принял Асану в честь праздника и премьер-министр Моди. Я приветствую всех, кто сейчас смотрит RTVI. Это Большой Нью-Сток. Я его ведущая Лиза Паршина. В ближайший час вы проведете со мной и моими коллегами. Расскажем о главных событиях этой пятницы. По меньшей мере 38 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести. На юге Китая бушует разрушительное наводнение. Тысячи человек эвакуированы. Их переправили из пострадавших провинций в безопасные районы, которые не затронула стихия. Тем не менее, сотни тысяч жителей КНР по-прежнему находятся в опасной зоне. С подробностями о ситуации в регионе материал Николая Литовкина. Тропические ливни, оползни и разрушенные дома. Всю последнюю неделю эта картина сопровождает жителей южных провинций Китая. Большая вода пришла в города и села в регион на границе с Гонконгом. Только за минувшие сутки вода поднялась на 4 метра. Уровень в реке Лидзян на 2,5 метра превысил опасные значения. Сильнее всего от паводга страдает провинция Гуандун. Затопленными оказались дороги, дома и мосты в регионе. Наводнение – это кошмар. Мы не можем ни уехать из города, ни жить нормальной жизнью. Если вода не уйдет, то скоро начнутся проблемы с электричеством. И тогда последствия станут еще серьезнее. По последним данным, жертвами стихии стали 38 жителей Китая. При этом десятки человек числятся пропавшими без вести. Из пострадавших районов удалось вывести 11 тысяч человек. Однако эта цифра будет только расти. По самым скромным оценкам, от непогоды пострадали порядка 55 тысяч жителей городов и сел Китая. Наш город затапливает на протяжении последних дней. Вчера ситуация стала еще хуже. Вода заливает первые этажи жилых домов. Помимо этого, власти перекрыли практически все дороги в городе. Мы оказались заперты здесь. Чтобы отвезти потоки воды от городов и сел, начато строительство искусственных насыпей. Параллельно с этим спасатели на надувных лодках вызволяют людей из затопленных домов. В первую очередь пенсионеров и пациентов больниц. Тем не менее, кто-то пытается выбраться самостоятельно. Иногда безуспешно. Тропические ливни привели к самому тяжелому наводнению в регионе за последние четверть века. Потоки воды вызвали лавины и оползни, которые сносили дома и машины. Сельхозу Годи оказались затоплены. Ущерб превышает сумму в 3,5 миллиарда юаней. Во всех затопленных регионах введен режим ЧАЭС. В воздухе вертолеты, а на земле с коротким перерывом на сон дежурят бригады спасателей. При этом совершенно неясно, когда же большая вода уйдет и жизнь в регионе вернется в прежнее русло. Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с Виктором Орбаном. К Венгрии уже через 10 дней перейдет статус страны-председателя в Совете Евросоюза. Девиз Будапешта на ближайшие полгода звучит как «Сделаем Европу снова великой». Однако венгерские власти уверяют, что дело вовсе не в попытке реализовать политику Дональда Трампа. ЕС хотят усилить за счет повышения конкурентоспособности. Также в числе приоритетов председательства Венгрии вопрос расширения Евросоюза за счет государств Западных Балкан. При этом в программе отсутствует упоминание Украины. Власти в Будапеште традиционно скептически настроены к Киеву, особенно когда речь идет о поддержке воюющей страны оружием. Военное давление сейчас исходит не от НАТО, потому что мы смогли его преодолеть. Требования войны исходят отсюда, из Европы, потому что здесь все еще хотят втянуть Венгрию в сообщество тех стран, которые хотят войны или движутся к ней. Мы должны держаться подальше от этого, но мы должны вести эту борьбу не в НАТО, а в Брюсселе. При этом на встрече в Берлине главной темой стала экономика. Развитие двусторонних отношений с Германией – одна из задач правительства Орбана. Глава правительства перед переговорами с Оллофом Шольцем встретился с руководством концерна «Мерседес-Бенц». Он строит в Венгрии автомобильный завод, который обеспечит 4000 рабочих мест. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Они начнутся уже 25 июня в Люксембурге. Там же, к слову, обсудят и будущее Украины в ЕС. Вопрос о начале переговоров был, в принципе, согласован комитетом постоянных представителей стран Евросоюза еще 14 июня. До этого было объявлено, что оба государства выполнили все рекомендации Еврокомиссии. Статус кандидатов в члены ЕС Украины и Молдовы, напомню, получили два года назад, в июне 22-го. Сегодня же Майя Санду заявила, что членство в ЕС для Кишинева – это путь к мирам, процветанию и лучшей жизни для всех граждан. Она также выразила надежду, что присоединиться к организации Молдова сможет уже к 2030 году. Как минимум два человека из ближайшего окружения британского премьера Риша Сунака подозреваются в ставках на дату досрочных выборов в парламент. Один из них – парламентский помощник, второй – сотрудник полиции, охранявший политика. Расследование ведет комиссия по азартным играм. Подозреваемый может грозить штраф, либо лишение свободы до двух лет. Очередной скандал лишь усугубил положение для Сунака и Тори перед голосованием, которое пройдет 4 июля. Подробности у Дмитрия Лобанова. Две недели до всеобщих досрочных выборов в Великобритании. На очередных дебатах лидеры партии доносили до аудитории свое видение будущего страны и отвечали на вопросы из зала. Первым выступал лидер шотландской национальной партии Джон Суини. Для северной автономии на первом месте еще со времен Брекзита стоит вопрос о расширении полномочий региона. В 2016 году Шотландия решительно проголосовала за то, чтобы остаться в Евросоюзе. На референдуме о независимости Шотландии в 2014 нам сказали, что членство в ЕС гарантируется голосованием против независимости. Два года спустя было обещано абсолютно противоположное голосование, которое фактически состоялось. Так что, на мой взгляд, это очень существенные изменения, заслуживающие проведение еще одного референдума по вопросу о независимости. С позиции силы прошлым вечером явно выступал Кир Стармер, лидер либористов и парламентской оппозиции. Согласно опросам, партию готовы поддержать 41% избирателей. Стармер, в частности, говорил о проблеме миграции. Количество беженцев, переплывающих Ла-Манш, с начала только этого года превысило 12 300 человек. При нынешнем правительстве миграция достигла рекордного уровня. Оно полностью потеряло контроль. Нам нужно сократить это число, значительно сократить. Я не собираюсь называть произвольную цифру, потому что ни один политик, который назовет цифру, не знает наверняка. Но нам нужно ее снизить. Консерваторы во главе с Ришей Сунэком в апреле с трудом смогли протолкнуть в парламенте закон о высылке некоторых мигрантов в Руанду. Политика в очередной раз спросили, рассматривает ли он возможность выйти из Европейского суда по правам человека для продвижения спорного документа. Премьер-министр ответил уклончиво, чем явно разозлил публику. Сэр, при всем моем уважении, нам не нужен иностранный суд, чтобы указывать нам, как охранять наши границы и нашу безопасность. Я считаю, что все, что мы делаем, соответствует нашим международным обязательствам. Оказавшись в положении, когда я вынужден выбирать, я каждый раз буду ставить национальную безопасность нашей страны на первое место. И я не буду извиняться за это. Пришлось реагировать премьеру и на другой скандал. На прошлой неделе, по информации BBC, полиция задержала одного из сотрудников охраны Сунэка, который якобы делал ставки на дату досрочных выборов. Как и вы, я был невероятно зол, узнав об этих обвинениях. Это действительно серьезный вопрос. Это правильно, что проводятся расследования с соответствующими правоохранительными органами. И я хочу быть предельно ясным. Если кто-то нарушил закон, он должен ответить за это по всей строгости. И я надеюсь, что они сделают свою работу как можно быстрее и тщательнее. Кажется, единственным козырем в рукаве Сунэка на дебатах стала экономическая ситуация. А именно, снижение инфляции с 11 до 2%. Однако опрос, проведенный исследовательской компанией YouGo, показывает, что уровень отрицательного отношения к премьеру достиг 75%. Хуже было только у Ли Страс, которая продержалась на посту премьера полтора месяца. Рейтинг же консервативной партии и вовсе держится на уровне 20%. Дмитрий Лобанов и Юрий Петров, RTVI. Лидер каталонских сепаратистов и бывший глава правительства Каталонии теперь подозревается в государственной измене и растрате. Испанский суд открыл расследование, связанное с предполагаемыми связями Карлеса Пучдемона и сторонниками независимости Барселоны с Россией. Новое дело также затрагивает другого экс-лидера региона Артура Масса, адвоката Пучдемона Гонсала Боя, предпринимателя из России Александра Дмитриенко и некоторых других лиц. Напомню, ранее прокуратура Испании предвела отменить ордер на арест экс-главы Каталонии по обвинению в попытке мятежа из-за референдума о независимости региона в 2017 году. Сейчас Пучдемон живет в Бельгии. Сотрудники крупнейшей в Словакии сети телеканалов и радиостанции объявили забастовку. Они выступают против реформы общественного вещания. Законопроект уже прошел финальное чтение в парламенте. За проголосовали 78 из 150 депутатов. Оппозиция в знак протеста покинула зал, посчитав реформу попыткой правительства взять прессу под политический контроль. Документ предлагает изменить процедуру назначения руководства общественного вещания. Ранее оно назначалось только парламентом. Теперь половину места в наблюдательном совете получат люди от Министерства культуры. Демонтаж государственных институтов по политическим мотивам, конечно, не улучшит качество жизни людей в Словакии. И вы меня не убедите в обратном. Мне очень жаль, но некоторые из аргументов, которые были выдвинуты здесь против проекта закона о новой общественной телерадиокомпании, аналогичны нынешним теле- и радиопередачам. То есть однобоки и предвзяты. Я надеюсь, что большинство сотрудников и создателей не поддадутся давлению и пропаганде СМИ, которые вводят общественность в заблуждение, заставляя поверить в то, что принятие этого нового закона – это конец демократии в Словакии. Мартина Шемковичева получила кресло министра в коалиционном правительстве от националистической словацкой национальной партии. Она разработала реформу, которую поддержал премьер Роберт Фитца. Необходимость перемены он обосновал тем, что сеть общественных теле- и радиоканалов убыточна, а ее журналисты не могут быть объективны, поскольку спорят с правительством. Как минимум один человек погиб во время атаки беспилотников по Краснодарскому краю России. Об этом сообщает глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, жертвой стал сотрудник котельной, по которой нанес удар один из дронов. Местные краснодарские паблики пишут, что беспилотники атаковали также военный аэродром в Йейске. Всего же, по информации Министерства обороны России, средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили больше 110 дронов. Помимо Кубани, еще 70 в Крыму и над акваторией Черного моря, а также три в Брянской области и один в Волгородской области. Кроме того, по данным военного ведомства, силы морской авиации Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВМС Украины. Серия взрывов сегодня днем прозвучала в Кривом Роге Днепропетровской области и Одессе. Пожар в Кривом Роге, по данным военной администрации, разгорелся на объекте инфраструктуры. Местные СМИ пишут, что речь идет об электроподстанции. Дым в Одессе также поднимается у здания высоковольтными линиями. В Украине с начала недели не прекращаются ракетные обстрелы ТЭС. В связи с этим Украинерго ввела отключение в так называемой светло-серой зоне. То есть в домах электричество будет подаваться на два часа, затем шесть часов блэкаута. Все детали в материале РТВА из Киева. Ночью четыре российские авиаракеты атаковали Херсонскую и Кировоградскую области. По данным воздушных сил, целью были электростанции. Но всех А-59 сбили. Российское министерство обороны в сводке обстрел подтвердило, заявив, что атаковали электроподстанции и заводы по производству беспилотников. Перебои со светом и периодические блэкауты – одна из ключевых проблем украинских городов. В стране нет населенных пунктов, где бы не отключали электричество. Накануне ситуации со светом была посвящена ставка Верховного главнокомандующего. Владимир Зеленский собирал силовиков, министров и представителей всех энергокомпаний. Вследствие ракетных ударов с 23 марта Украина потеряла 9 гигаватт мощностей. Это сопоставимо с потреблением Нидерландов и стран Балтии вместе взятых. Правительству поручено немедленно представить программу стимулирования установления солнечной генерации и накопителей энергии под 0% годовых в гривне для граждан. Необходим четкий план до настройки всех защитных сооружений для энергетики. И на всех общественных и административных объектах в стране, на всех объектах критической инфраструктуры необходимы альтернативные источники энергообеспечения. Перебои с электричеством приведут к подорожанию продуктов питания. Об этом свидетельствует опрос Forbes представителей торговых компаний и производителей. Они используют бензиновые или дизельные генераторы. Их применение в три раза дороже электроэнергии. Молокопродукты, по прогнозам, подорожают на 30%, станет дороже и хлеб. Крупнейшая энергокомпания ДТЭК раскрыла детали вчерашних ударов по ЕОТЭС в центре страны. Станция несколько недель назад была только отремонтирована. «Враг попал в одну из наших теплоэлектростанций. Мы уже на ней восстанавливали оборудование. Это третий раз мы восстанавливаем. Опять оборудование повреждено. Снова нужно начать с нуля. Будет больше отключений, то есть продолжительность отключений будет дольше четырех часов, потому что мы потеряли в системе полгигаватта мощности». Сегодня по всей стране вновь объявлена повышенная ракетная угроза. Россия вывела в Черное и Азовское моря пять ракетоносцев с суммарным залпом 28 калибров. Воздушную тревогу на уходящей неделе в тыловых регионах Украины объявляют ежедневно. Вчера сирены включались дважды. «В Азове находится ударная группировка. Там она большая, как минимум шесть кораблей. Из них три являются носителями крылатых ракет проекта «Буян-М» и три больших десантных корабля. Азовское море россияне считают более безопасным, потому что контролируют Керченский пролив». В четверг спасатели дважды приезжали в западные пригороды Константиновки в центре Донецкой области. Утром РСЗО «Смерч» повредили четыре частных дома. Днем вследствие обстрела погибли три человека, четверо ранены. По данным национальной полиции, погибшие и раненые из соседних населенных пунктов. Они помогали местным жителям расчищать обломки домов после предыдущего обстрела. Южнее в городе Селидово погибли два человека. Во дворе взорвалась авиабомба. Обозреватели отмечают усиление боевых действий за прошедшие сутки в Донецкой области. А военные паблики пишут о прорыве россиян в сторону города Торецк к северо-западу от Донецка. Позиции в селе Шумы ВСУ удерживались с 2014 года. В Часовом Яре вторые сутки не прекращаются лобовые штурмы. Также населенный пункт россияне пытаются обойти по северному и южному флангах. Бои шли около Богдановки, Калиновки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и микрорайона Часового Яра «Новый». Это тот микрорайон, который находится за каналом, то есть восточнее канала Северский Донец-Донбасс. Ситуация очень здесь напряженная. Украинский генштаб рассчитывает остановить продвижение россиян после налаживания поставок американского оружия. Достаточное количество боеприпасов и техники анонсируют к концу месяца. Также военное ведомство готовит новые подразделения для усиления сил обороны. По данным Минобороны, темпы мобилизации превосходят все ожидания. А профильный комитет Верховной Рады анонсирует подготовку закона о демобилизации тех, кто находится на фронте больше двух лет уже в октябре. Накануне МВД на запрос журналистов сообщило, что 513 патрулей национальной полиции действуют с группами военных, которые раздают повестки на улицах. Максим Плоткин, РТВА, Киев. Американцам запретили пользоваться антивирусами лабораторий Касперского. Минфин США заявляет, что программное обеспечение компании создает риск для национальной безопасности. Ограничения вступят в силу с 29 сентября. После этого в США будут остановлены продажи всех IT-продуктов компании. Исключение сделано только для информационных услуг и тренингов. Лабораторию Касперского обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой и военными. Как ранее сообщило агентство Reuters, о ссылке на источник в Белом доме, там опасаются, что программное обеспечение, которое поставляет Касперский, может украсть информацию с компьютеров и установить вредоносные программы. Российская компания считает, что санкции против нее продиктованы не технической оценкой продуктов, а текущей политической ситуации. В 2017 году США запретили пользоваться программами Касперского в госучреждениях. В российском Кирове сегодня на свободу вышел бывший губернатор региона Никита Белых. По обвинению во взяточничестве он провел за решеткой больше 8 лет. В начале нулевых Белых был одним из лидеров оппозиционной партии «Союз правых сил». Главой Кировской области он был назначен в 2008 году. Его кандидатуру на этот пост предложил занимавший тогда должность президента Дмитрий Медведев. В 2014 Белых сумел переизбраться на новый срок, набрав почти 70% голосов на выборах. До этого именно он ввел в регионе программу поддержки местных инициатив, по которой власти финансировали проекты, которые предлагали сами местные жители. В 2016-м Валитика арестовали по обвинению в получении взятки. Следствие утверждало, что два кировских бизнесмена заплатили губернатору 400 тысяч евро за общее покровительство. Сам Белых свою вину не признавал. В июле 2021 года против экс-губернатора возбудили еще одно дело по обвинению в превышении и злоупотреблении должностными ополномочиями. Белых все обвинения в свой адрес отрицал. В конце прошлого года суд оправдал его по одному из эпизодов, а по-другому признал виновным, но освободил от наказания из-за истечения срока давности. Армения признала Палестину в качестве независимого государства. Об этом говорится в заявлении армянского МИД. Представители ведомства осудили насилие в отношении мирных жителей сектора Газа, а также отметили, что официальный Ереван искренне заинтересован в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке. Перемирие между еврейским и палестинским народами – это единственный способ гарантировать, что обе стороны смогут реализовать свои законные стремления, отметили в министерстве. Вскоре после этого посла Армении в Тель-Авиве Армана Акапяна вызвали для разговора в израильский МИД. Дипломату будет сделан строгий выговор, сообщили в ведомстве. Власти Палестины, в свою очередь, приветствовали решение Армении. Спорную реакцию мирового сообщества вызвал и другой недавний шаг официального Еревана. Ранее на этой неделе Армения и Франция подписали контракт на приобретение артиллерийских установок СЭЗАР. На Западе новые договоренности в области военно-технического сотрудничества между Ереваном и Парижем восприняли позитивно, а вот Азербайджан назвал их провокацией. Раскритиковали двустороннее сотрудничество и в российском МИДе. Все подробности внешнеполитического скандала в материале Артура Хачатаряна. Подаренным министру обороны Армении макет французской самоходной артиллерийской установки СЭЗАР как очередная важная точка военного сотрудничества Еревана и Парижа. По крайней мере новость о том, что стороны подписали соглашение о продаже этих аппаратов в южнокавказской стране наделало шуму не только в самой Армении, но и в соседнем Азербайджане. Там максимально оперативно выпустили комьюнике в присущей Баку тональности. Нынешняя военная сделка по оснащению Армении смертоносным оружием является очередным проявлением лицемерия французского руководства. Режим Макрона, проводящий политику милитаризации и геополитических интриг в регионе Южного Кавказа, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению устойчивого мира в регионе. Мы заявляем, что за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и возникновение нового чага войны полную ответственность будут нести реваншистское руководство Армении и диктатура Макрона. Баку после победы в 44-дневной войне 2020 года в Нагорном Карабахе решили, что Армения больше не должна вооружаться и об этом заявили публично. Президент Азербайджана Ильхамалиев не раз говорил, если они увидят, что цитата «приобретаемая Арменией вооружение достигло критического уровня», то пусть никто на нас не обижается. Кроме Баку, беспрецедентное сближение Еревана и Парижа уже в военной сфере вызывает явное недовольство также в Москве. Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе и делает по-разному. Вот это еще один шаг. Мы об этом говорили. Вновь вы видите подтверждение. Примечательно, что до войны 2020 года именно Россия была главным поставщиком вооружения Азербайджану. В 2018 году Алиев заявил, что Баку закупил у Москвы оружие на 5 миллиардов долларов. Это при том, что Россия состоит в одном военном блоке с Арменией. О том, что в Ереване не забыли не только про это, но и, к примеру, про продажу большого количества вооружения Азербайджану Белоруссией, накануне напомнил премьер-министр Никол Пашинян. Он заявил, что больше не поедет в Беларусь, пока там правит Александр Лукашенко. Поводом для такой резкой реакции Еревана стал визит Лукашенко в Баку. Там он фактически открытым текстом сказал, что Беларусь помогла Азербайджану готовиться к, цитата, «освободительной войне». Все бы ничего, вот только на бумаге Беларусь также является военным союзником Армении. Однако в скором времени формулировка «на бумаге» может потерять свою актуальность. В Ереване снова заявляют о намерении окончательно покинуть военный блок. Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном. Мы выйдем, у нас все хорошо, мы решим, когда уйдем. А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся. Армения заморозила членство в организации. Ереван уже два года не участвует в работе структуры. Все началось с нежелания союзников по блоку дать четкую реакцию на вторжение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении три года назад. По итогам этих событий в Армении оказались европейские наблюдатели, что вызывает критику не только России, но и Ирана. При этом Азербайджан продолжает готовиться к войне. А вот чем заняты власти Армении непонятно, отмечает политический обозреватель, руководитель аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айкхалатьяна. Если бы Армения готовилась к отражению агрессии Азербайджана, во-первых, она бы не портила отношения с Россией или с Ираной. Вела бы более осмотрительную внешнюю политику. Это я даже не говорю еще про шаги в военной сфере. Мы видим, что все уступки объясняются армянской стороной тем, что мы не готовы к войне. Но ставлю логический вопрос, зачем четыре года занимались. К сожалению, мы видим, что Пашинян эффективно решает лишь одну задачу – задачу сохранения своей личной власти. Когда касается вопрос обеспечения собственной безопасности, мы видим, что все делается по высшему уровню. Другое дело, когда вопрос касается обеспечения безопасности границ республики Армения, тут встают вопросы. Поэтому, к сожалению, у действующей власти Армении не получается решать задачи, проблему. Но у них получается лишь одно хорошо – находить виновных, кто виноват якобы в том, что вот та или иная проблема не решается. Армения несколько недель назад начала процесс делимитации, демаркации границы с Азербайджаном, по итогам которого потеряла контроль над несколькими селами. В будущем уступки Еревана продолжатся на очереди вопрос анклавов и смена Конституции по требованию Азербайджана, полагают эксперты. Но даже все это далеко не гарантирует, что Армении удастся у милости, ведь Азербайджан, не начинать новую войну. Артур Хачатрян, Арман Караджан, Армения, специально для RTVI. По меньшей мере четыре человека погибли в Мексике после того, как страну накрыл тропический шторм Альберта. Больше всего пострадал северо-восточный штат Нуэвалион. Местами максимальная скорость ветра достигала 45 миль, то есть 75 километров в час. На кадрах из столицы штата Монтерея видно, что затяжные ливни и дожди размыли часть дорожного полотна недалеко от центра города. В отделе водоснабжения и дренажа мы наконец увидели, что уровень воды падает. Так что это отличная новость для Нуэвалиона, особенно в контексте нашей ситуации, когда у нас было много проблем. И, к сожалению, несколько несчастных случаев со смертельным исходом. Хотя на самом деле их число минимально, учитывая интенсивность накрывших штат дождей. Ливни, по данным Национального центра ураганов Мексики, уже закончились. Интересно, что жители восточной части страны циклону по большей части оказались рады. Дело в том, что эти регионы одни из самых засушливых в стране. И местные ждали дождей без преувеличения с нетерпением. Что ж, мы надеемся, что будет еще много дождей. Пока выпало слишком мало осадков. Здесь, на южной стороне Томау-Липаса, сильная засуха. И правда в том, что мы очень надеемся на очередные ливни. Сильнейший тропический шторм Альберта сформировался над западной частью Мексиканского залива. И в первую очередь еще в среду сильные ветры, проливные дожди и наводнения накрыли прибрежные районы Южного Техаса в США. Некоторые дороги оказались разрушенными, но в целом обошлось без пострадавших. Сильнейший пожар сейчас тушат неподалеку от итальянского Неаполя. Там загорелись леса на наивысшей точке региона, холме Камальдали. Это 485 метров над уровнем моря. Всю ночь на место перебрасывали сразу 8 наземных групп спасателей, а также пожарный вертолет. Кроме того, в операции задействовали самолет, который уже сбросил не меньше 15 тонн воды, чтобы сдержать пламя. Тем же самым занимаются сейчас пилоты вертолета. Однако о полной ликвидации возгорания речь пока не идет. Впрочем, власти заявили, что спасатели уже полностью контролируют чрезвычайную ситуацию. На Тайване новый виток противостояния главы государства и парламента. Недавно избранное правительство стремилось отменить расширение полномочий законодательного собрания. Но депутаты эту попытку заблокировали. Нынешний президент Лай Цин Де представляет демократов, а в парламенте большинство у консервативного Гоминдана и Тайваньской народной партии. И оппозиция хочет сильнее влиять на исполнительную власть. Сейчас борьба развернулась вокруг реформы, которая позволяет проводить парламентские расследования и вызывать на допрос любых чиновников. Президенты и демпартия считают, что оппозиция пытается помешать нормальной работе правительства. Акцию протеста недовольные устроили прямо в зале заседаний и возле стен парламента. Мы видели, что оппозиционные партии пользуются своим преимуществом большинства, чтобы исключить дискуссию и принимать законы безо всякого обсуждения. Оппозиция злоупотребляет своим большинством и проталкивает законы, выгодные только им, которые расширяют их власть. И мы не можем согласиться с таким подходом. Сторонники президента считают парламентские расследования излишними, поскольку в стране уже есть особый орган – контрольный совет, который следит за всеми остальными ветвями власти. А подобные законы лишь создают во власти и обществе хаос, который в итоге играет на руку Китаю. Противостояние длится с апреля, и за это время доходило и до драк, и до попытки выкрасть прямо сослушание текст законопроекта, чтобы помешать его принять. На предстоящем, на следующей неделе, саммите Организации американских государств от властей Никарагва потребуют прекратить систематические нарушения прав человека. Как рассказал представитель США в ОАГ, резолюция об этом представит Канада, а Соединенные Штаты вместе с Аргентиной, Чили и Уругваем поддержат документ. Накануне очередной отчет о ситуации в стране представило Управление ООН по правам человека, и выводы организации оказались неутешительны. О классическом авторитаризме Александр Павлов. Подконтрольные президенту суды, прокуратура, произвольные аресты политических оппонентов и сотни тысяч людей, бежавших от действий правительства. Все это о стране, которая противостоит империалистическим державам. Это если верить лидеру этого государства. Речь о Никарагуа. Ситуация с правами человека в Никарагуа по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Правительство продолжает ограничивать гражданские свободы, одновременно усиливая свой контроль над судебной системой и используя ее для осуществления репрессивной кампании. Управление ООН по правам человека выпустило новый отчет о ситуации в государстве. Предыдущий был в марте. С тех пор в рамках борьбы с инакомыслием в стране арестовали еще 30 человек. За незаконными и произвольными арестами часто следуют судебные процессы, которые не имеют отношения к праву и справедливому судебному разбирательству. По данным управления, власти отправляют людей в тюрьмы, где у них нет доступа к медицинской помощи, лекарствам, предметам личной гигиены, не говоря уже о свиданиях с близкими. В этой обстановке непрекращающихся репрессий задержанные политические оппоненты, коренные и религиозные лидеры, ученые и интеллектуалы содержатся в нечеловеческих тюремных условиях, которые усугубляют их положение. Внимательно за ситуацией с правами человека в Никарагуа управление начало следить вскоре после жестокого подавления протестов 2018 года. Вспыхнули демонстрации весной, и причина, по которой протесты начались в одной из самых бедных стран западного полушария, была неочевидной – лесные пожары. Тогда сгорело более 5000 гектаров леса в природном заповеднике. Люди заподозрили, что к этому может быть причастно правительство, которое планировало проложить в том районе Никарагуанский канал. Протесты тогда еще не успели набрать силу, как власти решили сократить пенсии. И это придало демонстрациям новый импульс. Власти назвали все это попыткой государственного переворота, которую организовали Соединенные Штаты Америки. Даниэль Артега выстоял ценой гибели не менее 300 человек. Это данные Amnesty International. За разгоном на улицах последовала методичная работа по искоренению инакомыслия. Одной из пострадавших стала католическая церковь, которую правительство обвинило в поддержке демонстрантов. За это начали задерживать епископов. Одним из самых громких дел был приговор Роланду Альваресу, который получил 26 лет. Нам очень грустно, потому что мы знаем, что наш епископ Альварес невиновен, и он прекрасный человек. Мы все очень любим его, потому что он рядом со всеми нами. И то, что с ним делают, это огромная несправедливость. Но как католики мы оставляем все в руках Божьих. Руками Ватикана Альвареса и некоторых его коллег освободили и отправили в Рим. Никарагуанским храмам науки повезло меньше. Таких мощных покровителей у них нет. С 2018 года правительство закрыло или перевело под свой контроль почти 30 университетов. Один из таких назвали «центром терроризма». Репрессии проходят под одобрительные марши, организуемые правительством. На этом баннере, например, говорится, что тот, кто продает родину за доллары, не может называться никарагуанцем. Мы маршируем, празднуя наш суверенитет, защищая наш суверенитет. И говоря империи Янки, что мы здесь, здесь мы будем продолжать быть, здесь мы останемся. И на таком фоне страну покинули десятки тысяч людей. Больше всего бежали в соседнюю Коста-Рику. Массовыми направлениями миграции также стали Панама, Мексика и европейские государства. Бежавшие из Никарагуа журналисты, тем не менее, пытаются продолжать свою работу. «Нас отвезли в тюрьму, известную как Чиоте. Против нас возбудили дело. Они обвинили нас в разжигании ненависти и терроризма в Никарагуа. Мы были одними из первых журналистов, попавших в тюрьму. Чего не случалось долгие годы, разве что во времена диктатуры». Но правительство не оставляет в покое людей и за рубежом. Их лишают гражданства, из-за чего те теряют доступ к своим основным правам. В ООН не раз отмечали, что в стране сложилась практика, при которой прокуратура фабрикует доказательства против оппонентов правительства, а суды, подчиняющиеся властям, речь в том числе о Верховном, выносят обвинительные приговоры. Но в администрации Артеги подобные претензии называют манипуляциями империалистических держав, искажающих реальность. Александр Павлов и Артем Прокопьев. Артевиай. Без трех дней год. В июне 2023-го создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и подконтрольные ему боевики подняли в России вооруженный мятеж. В рамках так называемого «Марша справедливости» они собирались идти на Москву для смещения российского военного руководства. Утром 24 июня Пригожин заявил, что его люди, по сути, взяли под контроль Ростов-на-Дону. Тем же вечером бунт закончился. Его жертвами стали по меньшей мере 17 человек. Что это было и как события того июня осознаются год спустя? Об этом новый специальный репортаж моего коллеги Сергея Морозова под названием «В колонне Вагнера на Москву». А сам Сергей сегодня в нашей студии. Приветствую тебя, Сереж. Привет, Лиза. Что нового удалось узнать во время съемок фильма? Ну, самая главная удача, я считаю, что мы смогли поговорить с непосредственным участником событий. Более того, он шел в колонне ЧВК «Вагнер». То есть это боец, который согласился говорить анонимно. Но это действительно уникальное свидетельство. Я таких раньше не видел, потому что мы никогда не видим взгляд с той стороны. А это очень важно, потому что это, хотя и не отвечает на все вопросы, но приближает нас к решению, например, важного вопроса о том, был ли этот план похода известен за несколько дней. Ответ меня поразил. Я понял, что рядовой состав «Вагнера» не только не подозревал за несколько дней о том, что будет такой поход, но даже в момент, когда их построили для этого похода и объявили, собственно, что мы идем на Москву, это было для них большим сюрпризом. Они просто у них глаза вылезли на лоб, потому что никто после этого не объяснил, зачем. Просто сказали «Идем», и все, даже не было ни выпали информации, ничего. И это, конечно, было удивительным фактом отсутствия планирования. Сережа, а вот удалось ли понять, как вообще можно бросить людей на мятеж без всяких обвинений? Они сами понимали, что их потом назовут изменниками. Да, такое понимание было, и, конечно, это была слабая сторона. Так, вообще-то говоря, ну, не делается, наверное. И нам наш источник сказал, что действительно были случаи дезертирства уже в момент марша. Но он же сказал, что приходили местные жители и говорили, давайте мы пойдем добровольцами с вами. То есть там, конечно, ситуация была очень странная. Но мы помним эти кадры из Ростова, уже занятого Пригожинскими силами, когда люди бегут к военным под черными флагами с черепами, чтобы сфотографироваться, пожать руки, выразить какую-то поддержку. Это было поразительно, это, наверное, было неприятным сюрпризом для власти. Но, наверное, если так поразмыслить, если даже в тот момент были люди, которые были против этого мятежа, хотели что-то выразить, ну, вряд ли бы они пошли с голыми руками перекрывать дороги, потому что перед ними стоит колонна с тяжелой техникой, которая на 17 километров протянулась. Но тут, конечно, сомнения возникли бы даже у военных, наверное. А ваш источник смог вообще объяснить, какая цель у этого всего была? Вот да, вот по ходу движения он так и не смог для себя это уяснить, и командиры тоже ничего не смогли на эту тему раскрыть. Хотя, наверное, у них был доступ к каким-то более продвинутым планам, если они к самому генеральному плану. Хотя есть большие сомнения, что такой генеральный план вообще существовал. А удалась ли твоя идея пройти по тем местам, где как раз шла колонна? Да, это была как разначальная идея. Мы хотели сделать именно это. Нам не удалось попасть в Луганскую область, потому что там уже специальное разрешение. Но все остальные точки мы прошли. И там как раз вот, да, эта идея сыграла. Мы смогли оказаться на местах, которые были очень важны. Мы были на развязке автомобильной, где был виден упавший вертолет, сбитый вагнеровцами. И это, конечно, потрясало уже тогда. Мы оказались в местах, где вагнеровцев пытались остановить фурами. Там выгнали эти фуры, чтобы перегородить дорогу. Но водитель фур, как оказалось, предусмотрительно оставил ключ в зажигании, чтобы машину не попортили. Ну и вагнеровцы все включили, отогнали ее. И, в общем-то, это было просто. Уже потом начальство сообразилось, что надо бы чем-то потяжелее перегораживать. И была попытка перегородить дорогу двумя грузовиками, которые были камнем. Но там водители не успели. Они приехали, когда уже колонна проходила. Ну их отодвинули в стороночку, колонна прошла. Там много интересных подробностей было. Ну и, конечно же, сама идея пройти по тем местам, чтобы вызвать воспоминания, наткнулась на то, что шли они по трассе М4, которая довольно монотонная. И там ты смотришь, что там, в общем, трудно отличить один километр трассы от другой. А кроме того, становится понятно, что год спустя очень многое меняется. Поменялись пейзажи, там возникли новые постройки. Это прошел всего год, и нам уже трудно вспоминать, что там было. Потому что уже и память, конечно, уже не та. А какие-то вещи там уже перевираются. И ты понимаешь, что вот всего за год так все изменилось. И мы фактически до сих пор ничего не знаем об этом мятеже, что происходило. Такие столкновения. Вот, наверное, когда-нибудь откроются архивы Минобороны, было бы очень интересно посмотреть, что они видели. Какие были у них планы противостояния. Ну, конечно, есть сомнения, что мы когда-либо увидим эти документы. Как ты сам считаешь, ваш источник мог ли он соврать или приукрасить какие-то факты? Ну, я бы вполне его понял, если бы он стал это делать. Потому что он в очень неудачной вот этой вот схеме, когда он участник вооруженного мятежа. Понятно, что тут рассказывать абсолютно все, ну, наверное, тупо засомневался. Но с другой стороны, у нас есть какие-то факты для кросс-верификации, время прохождения, какие-то штуки можно проверить. А потом, когда он рассказывает о том, как все это было организовано, связь налажена, как все это действовало, какие они испытывали чувства, в это, в общем-то, можно поверить. Ты понимаешь, что человек, который движется в таких условиях, он, наверное, боится нападения. Да. Какие он принимает меры, чтобы его не было. Тоже, да. То есть вот эти вещи, внутренние переживания, на что они, в конце концов, надеялись, вот это очень важно. И он нам это высказал. И мне кажется, это очень важная часть, когда человек попадает в такой переплет исторический, которых у нас много, и он, оказывается, втянут в эти события. Вот это, конечно, такая вот драма, которая, мне кажется, не исчезла. Сережа, спасибо. Очень интересное такое интро и промо. Это и все подробности смотрите в фильме Сергея Морозова «В колонии Вагнера на Москву». Он выйдет в эфир RTVI уже в понедельник, 24 июня, ровно год спустя после того, как Евгений Пригожин решил идти на Москву. Президент Аргентины приехал в Испанию в разгар дипломатической напряженности между странами. Сегодня в Мадриде Хавьеру Милею вручают премию института Хуана де Мариано, которую ему присудили за образцовую защиту идей свободы в стране, разрушенной социализмом. Награду вручают на торжественном ужине в одном из казино испанской столицы. Попасть сюда Хавьеру Милею стоило немало усилий. В мае он разругался с испанским премьером Педро Санчесом. Президент-либертарианец на дух не переносит социалистов, а Санчес как раз представляет левые силы. И в одном из своих выступлений Милей перешел на личности. После этого Мадрид отозвал своего посла из Буэнос-Айреса. После этого аргентинский лидер пытался добиться аудиенции у короля Филиппа VI, но монарх отказался от встречи. А испанский МИД хоть и разрешил посадку самолета в Мадриде, но назвал этот визит Милея частным. И тут на помощь пришли уже правые силы. Председатель регионального правительства Мадрида Исабель Диас Аюса, которая представляет консервативную народную партию, решила не просто устроить в честь Милея официальный прием, а еще и вручить ему медаль. Центральное правительство оценило этот шаг как крайнюю нелояльность. Тадасана, поза воина, ну и, конечно, собака мордой вниз. Во всем мире сегодня отмечают Международный день йоги. Этот праздник Генеральная ассамблея ООН установила в 2014 году, одобрив резолюцию Индии. Дату выбрали не случайно. На 21 июня часто выпадает день летнего солнцестояния в Северном полушарии. По открытым данным, йогу сегодня систематически протекуют около 300 миллионов человек в самых разных концах света. Число людей, занимающихся йогой во всем мире, постоянно растет. Людей это привлекает. Люди начинают убеждаться в ее полезности. Крупные мировые институты и университеты проводят специальные исследования, публикуются научные статьи. Друзья, за последние 10 лет практика йоги заметно расширилась, и представления, связанные с ней, изменились. В премьер-моде и сам активно занимается йогой. Праздничный день 73-летний политик провел в подконтрольном Индии регионе Кашмир, где наряду с местными жителями принимал популярные асаны на разноцветных коврах. Коллективные занятия йогой состоялись сегодня и в столичном Нью-Дели, прямо на открытом воздухе. А это был Большой Ньюсток. Подписывайтесь на YouTube-канал РТВИ Новости и на Telegram-канал РТВИ. Там еще много интересных новостей. Итоги этого дня подвела я, Лиза Паршина. До скорой встречи. Продолжение следует...